Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! С вами Павел и Лариса Платонова. Приветствуем всех из Святой Земли. Как известно, сейчас в Израиле действует карантин и мы не можем никуда выехать, кроме магазина. Ввиду этих чрезвычайных обстоятельств приглашаем вас к нам на кухню. И что же мы будем делать на этой кухне сегодня? Мы будем делать пирог. Нет, мы будем делать сливовый пирог. Сливовый пирог, который нам никогда не удавался. Делали мы его два раза. Первый раз сливы пустили сок, тесто намокло. Второй раз Павел перепутал миру сахарак и пирог был до невозможности сладким. Сегодня раз третий. Есть надежда. А в процессе приготовления пирога мы поговорим сегодня о кашруте. Наверное, нет людей, кто не слышал этого слова, но не всем понятен смысл этой обширной заповеди. Сегодня и мы тоже внесем свою малюсенькую каплю в огромный мир просвещения. Начнем, как и обещано, с пирога. Сначала порежем сливы и присыпем сахаром, чтобы пустили сок. Так что же все-таки такое кашрут? Кашрут это пригодная пригодность. Кашерная это пригодная, то есть изготовленная по соответствующим правилам. И фундамент основы кашрута находится в Пятикнижии Моисея, в книгах Левита и Второзакония. Таким образом выходит, что кашрут это свод законов, основанный на Священном Писании, регламентирующий, что хорошо для приема пищи. Совершенно верно. А теперь мука. Ее нам понадобится 350 грамм. Я уже ее взвесила, вот она уже готовая, взвешенная. Вообще в пекарском деле мука это основной продукт. И любой пекарь вам скажет, что просеянная мука гораздо лучше по свойствам не просеянная. Поэтому сейчас ее обязательно просеем. И кстати, пирог с просеянной мукой уже может претендовать на кошерность, потому что также к правилам кашрута относятся избавления круп, муки, зелени от насекомых. Нам понадобится также 200 грамм сливочного масла, которое мы натрем на крупной терке. Итак, продолжим нашу тему о кашруте. Есть авторитетное мнение, что евреям удалось сохраниться, избежав ассимиляции, именно благодаря законам кашрута. Действительно, если тебе предписано есть определенную пищу, много ли у тебя шансов пойти в гости к иноплеменнику? Ведь поход в гости, прежде всего, предполагает застолье, а как же иначе? Мы вернемся к кашруту. Писание говорит о чистых и нечистых животных. В книге Левита сказано, что всякое животное с раздвоенными копытами и жующая жвачку, его можно есть. Итак, устанавливаются два критерия. Животное должно жевать жвачку и быть с раздвоенными копытами. Только такое животное является чистым, то есть кошерным. Сейчас отделим белки от желтков и смешаем ингредиенты. Сахара положим меньше на 50 грамм, чем положено по рецепту, то есть 100 грамм сахара. Чуть-чуть, буквально капелечку сольки, я люблю. Чайную ложку разрыхлителя. Так, кажется, все. Все, можно все смешать руками. Тесто должно быть рассыпчатым. Тесто должно быть вот таким вот рассыпчатым. Вот. И его будем сейчас укладывать уже в форму. Я его сбрызгаю на всякий случай. Вот таким вот образом. Кстати, если есть у кого-то хороший беспроигрышный рецепт песочного теста, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будем очень благодарны. Я чуть-чуть оставлю, чтобы потом присыпать пирог. И скорее всего, сегодня я его отправлю чуть-чуть сверху подпечься. Буквально чуть-чуть в духовочку. А в то же самое время... Младшее поколение нашей семьи вступило с нами в соревнования. Пока подпекается тесто, нужно добавить сливом цедру лимона. А лимон я сорву у наших соседей. В прошлом сюжете об Иерусалимском рынке меня спрашивали, а как же вот так можно у соседей сорвать лимон? И так сказать, двойне приятные и так далее эпитеты. Сообщая, что согласно иудейскому закону, если ветка попадает на соседскую сторону, то абсолютно кошерно легитимно сорвать лимон и использовать его. Это абсолютно не является нарушением закона. Поэтому я с разрешения официального наших соседей и согласно Галахи, иудейскому закону абсолютно кошерно его сорвал и использую в нашем сливовом пироге. Вот таким образом мы счищаем цедру прямо в сливы. Замечательный соседский лимон, сорванный по иудейскому закону. На самом деле это лайм, видите, он такого зеленого цвета, потому что лимон классически более желтый, а вот такие зеленые это лаймы. Но у него более приятный запах у лайма, чем у лимона. Ну вот, чуть-чуть, чуть-чуть тесто подпеклось. Разложим аккуратненько в сливки. Всем известно, что евреи не едят свинину. И понятно, свинина не кошерное животное. У нее есть только один признак кошерности, то есть раздвоенные копыта. Но в ультрарелигиозных семьях даже не упоминают имя этого животного. И даже не читают детям сказку Винни-Пух, потому что там есть поросенок Хазарзир. И даже сказка Три поросенка в еврейской интерпретации звучит совершенно иначе. Без поросят. Почему же такое особо какое-то неприязненное отношение именно к этому животному? Ведь есть много других нечистых, не кошерных животных. Давайте разберемся. Итак, в чем же причина? Как говорят еврейские мудрецы, любое другое не кошерное животное открыто это показывает. Например, лошадь. Она словно говорит, посмотрите, я не кошерна, у меня нет раздвоенных копыт. А свинья же наоборот. Открыто на показ выставляет свою кошерность. Свой первый признак кошерности, то есть раздвоенные копыта. Но в то же самое время внутренняя система пищеварения у нее не соответствует кошруту. Она не соответствует жвачным животным. В этом понятии свинью сравнивают с человеком, который открыто на показ выставляет свои достоинства, которых у него может быть и не так много, и в то же самое время прячет умело и искусно свои недостатки, тем самым вводя в заблуждение. Вот именно этот признак и сделал свинью таким животным для еврея. Существуют специальные законы забоя скота, сводящие к минимуму боль животных. Законы замачивания и соления мяса, обеспечивающие удаление крови. Резчики их называют шохет, проходит серьезное специальное обучение. Законы шхиты – это кошерный способ забоя, не описанный в тексте Писания. Содержится только требование, чтобы забой выполнялся, как я приказал тебе. В ортодоксальном иудаизме это часто приводится в качестве доказательства того, что Моисей получил устный закон вместе с текстом. Категорически запрещена к еде кровь животных. Потому что в Писании прямо сказано, что в крови животных их душа. Кровь из душа, говорит нам книга Второзакония. И неоднократно запрет на вкушение крови встречается в Писании. Еще новую было запрещено есть кровь. Есть указания и на кошерность рыбы, наличие чешуи и плавников. Запрещены и морепродукты. В Библии перечисляются 24 вида запрещенных пищи птиц. Все они, как правило, хищники или падальщики. Из 613 заповедей, данных Творцом еврейскому народу в Священных книгах Писания, около 50 посвящены вопросам питания. И через кашрут религиозные правила приема пищи становятся, с точки зрения иудейского закона, служением Всевышнему. Для верующих евреев кашрут и духовность связаны неразрывно. В Писании три раза написана фраза «Не вари козленка в молоке матери его». И из этого выходит еще одно основное правило. Это разделение мясного и молочного. И если съели мясной обед, то на десертик ни в коем случае нельзя употреблять продукт с молочными ингредиентами. Поэтому в магазинах есть продукты, такие как торты, мороженое и другие, с особым указателем или с особой отметкой, надписью «Парве». Это означает, что в этом продукте не содержится молочных компонентов. И его можно употреблять вместе с мясным обедом. Ну вот, пирожок наш готов. Не знаю, на самом деле, каким он в третий раз получился. На самом деле, меренги получились почему-то в два раза меньше. Не такая она была пышная, даже не знаю причину. Но проверим на вкус. Я полагаю, что с третьей попытки пирог должен получиться нормально. Ну, посмотрим, посмотрим. Это знаете, как я в еврейском анекдоте. Хаин, приходи, говорит, ко мне чайку попить. Почему бы нет? Ну, нет так нет. Дорогие друзья, с вами были Павел и Лариса Платонова. И готовили вот этот пирог. Скоро будем снимать пробу, как только остынет. Всем огромный привет из святой земли. И до новых следующих встреч. Когда пирог остыл, мы сняли пробу. И на этот раз он оказался очень вкусным. Рецепт пирога прилагаем в титрах и в описании к фильму. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Становитесь спонсорами нашего канала. Нам необходима ваша помощь. Благодарим тех, кто уже это сделал. В описании фильма есть ссылки на то, как стать спонсором канала. Всего доброго, будьте здоровы и до новых встреч через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok